Книга пророка Ионы. Глава 1. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафеину. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь возвик на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог воспомянет о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем, бросим жеребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жеребия, и пал жеребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, и откуда идешь ты, где твоя страна, и из какого ты народа. И он сказал им, я, еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, для чего ты это сделал. Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас. Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали, молим тебе, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Иона, глава 2. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал, Господу, возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и он услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце море, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердыха своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасения. И сказал Господь к киту, и он изверг Иону на сушу. Иона, глава третья. И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, ибо я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господня. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал его находить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена!» И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона, глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь, «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же в засох солнца, навел Бог зной на восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он из них мог, и просил себе смерти, и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе, «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь, «Ты же сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть Ниневи и города Великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»